Друзья, всем привет! Я Ирина Формия. Это рубрика «Домашние тренировки». Ну что, все больше и больше набирают популярность фасонный релиз и особенно вот такими роллами для самомассажа. Сейчас я хочу вам рассказать, как снять напряжение с мышц ног при помощи такого тренажера. Итак, опускаемся с вами вниз и кладем ролл перпендикулярно к коврику. Давайте будем прорабатывать сначала правую ногу. Соответственно, правой ногой, а точнее ее передней поверхностью, мы кладем корпус вниз на ролл. Левую ногу мы отводим в сторону на 90 градусов, она будет являться опорной ногой. Итак, наша правая нога находится на ролле примерно на 3-5 см выше, чем коленная чашечка. И начинаем прокатывать ногу вперед-назад, вперед-назад. Осторожно, это не очень приятно, и достаточно будет дискомфортно. И здесь вы начинаете ногу сгибать, разгибать. Согнули-разогнули. Так, 5-7 раз. И пошли роллом чуть выше по бедру, спустились на центр. И так же начинаем ногу прокатывать вперед-назад, вперед-назад, примерно около 10 повторений. И снова сгибаем ногу, разгибаем. Сгибаем, разгибаем в коленном суставе. Снова спускаемся чуть ниже, уже переходим ближе к основанию бедра. И так же прокатываем ногу вверх-вниз, вверх-вниз. Около 10 повторений и снова сгибаем ногу, разгибаем в коленном суставе 5-7 раз. Если у вас очень забиты мышечные группы, то, соответственно, вы можете чуть-чуть удлинить в этот момент самомассажа. Меняем ногу и затем переходим к приводящим мышцам ведра. Дальше нам снова понадобится ролл, но мы уже его кладем продольно относительно коврика, а прорабатываемую ногу кладем перпендикулярно. Ногу сгибаем на 90 градусов коленом и в тазобедренном суставе, а корпус как бы накатываем на коврик. Итак, начинаем снова прокатывать область на 3-5 см выше, чем колено чашечком. Катаем вверх-вниз, вверх-вниз и чувствуем здесь хорошее напряжение наших приводящих мышц ведра. В этой позиции мы начинаем ногу сгибать-разгибать, сгибать-разгибать, сгибать-разгибать. Отлично. Также 5-7 повторений. Если времени мало, да, если позволяет время, можно задержаться здесь подольше. Спускаемся к центру бедра и снова вверх-вниз, вверх-вниз и лодим по рулу. Отлично. И опять сгибаем ногу, разгибаем. Сгибаем-разгибаем. Здесь мы работаем по своим ощущениям. Если очень больно, вы медленно ногу сгибаете, разгибаете. Отлично. Смещаемся к основанию бедра. И здесь уже прям хорошие такие нити натяжения находим. И снова вверх-вниз, вверх-вниз по бедру. Катаемся. И опять усложним тем, что сгибаем ногу, разгибаем в коленном суставе. Сгибаем-разгибаем. Так, 5-7 повторений. Отлично. Дальше мы перейдем к отводящим мышцам бедра. Наш ролл мы укладываем перпендикулярно в коврику. И также перпендикулярно бедром ложимся на ролл. И начинаем прокатывать область от пузобедренного до коленного сустава. Руками придерживаем себя. И, соответственно, таким образом мы можем чуть снизить давление бедра на ролл. Область отводящих мышц бедра достаточно зажатая абсолютно у каждого человека. Поэтому здесь тоже будет достаточно весело по вашим ощущениям. Прокатываем бедром вверх-вниз. Если очень больно, то ваше движение, соответственно, становится медленным. И вы более точечно прокатываете свою мышечную группу. Отлично. С заключительного упражнения мы с вами прорабатываем область крестца. Садимся на наш ролл. И начинаем проворачивать корпус влево. Прокатывать среднюю, малую, ягодичную. Затем разворачиваем корпус. И направо немного проворачиваем его. И также область средней, малой, ягодичной находим. И тоже ее активно прокатываем. Это уже более приятные по ощущениям движения. Но, тем не менее, тоже помогающие снять напряжение с ваших ног и ягодиц. Ну что, я желаю вам приятной тренировки. Надеюсь, что она вам действительно принесет только положительные эмоции. И постарайтесь уделять своему телу, а точнее медитационному релизу. Хотя бы один раз на неделю. Ну что, всем хороших тренировок. Пока-пока.